В администрации Северского района прошло плановое планерное совещание. Руководители всех служб и ведомства, а также главы поселений, обсудили актуальные вопросы и плановые мероприятия. Одним из самых острых вопросов на совещании оказалась защита имущественных прахней совершеннолетних. Доклад по этой теме представила начальник управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова. Особое внимание собравшиеся уделили подготовке и разработке проектно-сметной документации по формированию программы «Комфортная городская среда» на 2019-2021 годы. О ходе подготовки документации отчитался начальник управления архитектуры Николай Семенцов. Также не осталось без внимания и санитарное состояние населенных пунктов района. Главы Михайловского, Львовского, Шабановского и Афибского поселений отчитались о текущих работах по наведению санитарного порядка. Народному коллективу поселка Октябрьского-Зоренька исполнилось 10 лет. Первую круглую дату хор, как и полагается, отметил на сцене в кругу близких друзей. На празднике звучали всеми любимые песни. «Край наш уланский, родимый простор, Залитый солнцем от моря до гор, Вычьи садние огни заводские, Задон величавый угол». На сегодняшний день коллектив состоит из 21 хоровика и одного компаниатора Игоря Ялова. Для поселка состав немалый, но так было не всегда. Начиналось все с инициативы основателей Зореньки, Веры Тюкаловой и Людмилы Пестовой. И по сей день они главные идеологи коллектива. Репертуар составляют русские, народные, кубанские и патриотические песни советских лет. Хор известен и за пределами Северского района, И всегда достойно представляет муниципалитет на различных фестивалях и конкурсах Исполнительского мастерства, Несмотря на то, что не имеет собственной базы для репетиции. Какой юбилей обходится без теплых слов в адрес виновников торжества. В свое десятилетие Зоренька получала музыкальные подарки от коллег и теплые поздравления. Огромное вам спасибо за профессиональный подход к самодеятельному искусству. Не побоюсь такого слова. Ведь не каждому самодеятельному коллективу, У нас очень много самодеятельных коллективов в Северском районе на самом деле, Но далеко не каждый самодеятельный коллектив имеет звание народный. От всего сердца, от всей администрации, от всех депутатов, поселений, Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Всего-всего вам самого наилучшего. Тепла, любви в семьях, чтобы у вас был только достаток, Любовь, здоровья вам самого крепкого. Ну и идти вперед-вперед на благо нашего района, На благо нашего любимого поселка. Спасибо вам большое. Десять лет – не маленький срок для творческого коллектива. Это повод подвести итоги и наметить планы на будущее. Главное, что останется неизменным для хора «Зореньки» – Песни и выступления для всех, кто ценит народное творчество. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, Телерадиокомпания «Атаман», поселок Октябрьский. Секрет долголетия – любимая работа. Заслуженный врач РСФСР Надежда Степановна Науменко В этом году отметит 100-летний юбилей. Надежда Науменко родилась в 1919 году в Самарской губернии. Когда Надя была маленькой, мама болела, Поэтому в их доме часто бывали врачи. К нам приходила кушерка, за которой я ходила. Тогда врачи не ходили на вызов. Когда она пришла, она мне так понравилась. Вот она так в белом красивом халате. Она так хорошо посмотрела мою маму, Помазала ей суставы, помазала. Потом, уходя, сказала, вот ты будешь так же делать. И у меня тогда зародилась мысль, я должна стать врачом. И так с четвертого класса у меня мысль не выходила из головы, Что я должна быть врачом. Окончив школу, Надя поступила в Куйбышевский мединститут, Где проучилась два года и продолжила обучение уже в Свердловске. Закончила обучение в декабре 1941 года. Нам тогда не смогли дать дипломы, дать только удостоверение. А потом, через время, нам обменяли эти удостоверения на дипломы. У меня диплом этот есть. По окончании медицинского института врачи всегда дают клятву Гиппократа. Но так как шла война, было не до соблюдения ритуалов. Это был 1941 год. Тогда именно это клятвы было. Но зато мы эту клятву несли в своей душе. Клятва Гиппократа – это как бы символ того, что человек не вредит другому. Вот мы и старались всю жизнь. Мы же войну пережили. Мы старались всю жизнь не вредить другому. Вот это самое главное. Вот это, наверное, явилось с толпом, кажется, в моей жизни, что я никогда не старалась вредить другому. После института по распределению девушка попала в Красноярский край, село Идра. Здесь и началась ее трудовая деятельность. Сначала в должности заведующей врачебным участком, а затем Идринским райздравотделом. В 1946 году Александр Павлович демобилизовался. И семья переехала на его малую родину в северский район в село Львовское. Здесь Александр получил должность главного агронома МТС. Я в это время приняла десятикоечную больницу. Открыла ее Гончарова Евгения Андреевна, которая открыла ее в мае 1945 года. Во Львовской больнице сначала она десятикоечная, потом ее сделали двадцатикоечную, потом прислали врача. Со временем медучреждение расширилось до 25 коек. Но места все равно оставалось мало. А в 1959 году Тельпишев уехал в Новороссийск. Осталась я одна и работала пять лет одна. И на приеме, и в стационаре. Как это все удавалось, не знаю. Ночами не спала. Выходных никаких я не знала. Ничего я это не могла знать, потому что мне нужно было бежать к больным. Я рада была, когда я когда-то больному что-то оказала, какую-то помощь. Я говорю, что мне казалось, я песни бы пела, если больному, когда больному легче будет. Условия были служными. Печное оттопление и засвещение керосиновые лампы. Своими силами приходилось заготавливать дрова и вывозить на быках, впоследствии на лошадях. Когда соединили один колхоз за мир, я пошла к председателю колхоза и говорю, давайте, я не могу так, в таких условиях работать с больным нельзя находиться. Потому что, ну, трудно, нет никаких условий. Я выступала на собраниях перед колхозниками и их просила, что согласитесь, чтобы на ваши деньги строилась больница. Все согласились. И в 64-м году построили новую типовую, тридцепискоечную. Благодаря Надежде Науменко учреждение получило два автомобиля для обслуживания больных на дому. Построенное здание отвечало городским стандартам. Центральное отопление, канализация, душевая, прачечная и большая светлая кухня. Наша больница кормила так, что один больной говорит, сколько я лежала в больницах, нигде так не кормили, как кормить его во Львовской. Девчонки очень любили свою работу. Они заранее сеяли зелень, чтобы рано начать варить борщ летний. Активную роль в организации лечебно-профилактической работы и отдыха сотрудников играл профсоюзный комитет. Проводились профессиональные конкурсы мастерства. В 1960 году организовали хоры Львовской больницы, который выступал не только перед односельчанами, но и жителями близлежащих хуторов. Надежда Степановна с 1959 по 1975 год занимала должность главного врача. И даже уйдя на заслуженный отдых до 1989 года, работала терапевтом. Ее деятельность на благо здоровья людей оценена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, награждена знаком отличник здравоохранения. Но самая главная награда из них – это звание заслуженного врача РСФСР. В 1971 году, в день медработника, прямо в Доме культуры села Львовская, Федор Григорьевич Бабенко вручил мне знак отличника здравоохранения. В 1972 году, от 19 октября, мне присвоили звание заслуженного врача. И несмотря на все свои достижения, Надежда Степановна скромно признается, что без своего коллектива ничего бы не добилась. Именно эти люди всегда были для нее поддержкой и опорой. Ну как я строю свою работу? Круглые сутки работала. Ну ничего особенного вроде я и не делала. Я не знаю, я не старалась к тому, чтобы себя куда-то выставить, куда-то продвинуть. Я просто работала, чтобы мне душа подсказывала. Я считаю, что это вся наслуга коллектива, которая поверила в меня, а я поверила в них. Несмотря на почетный возраст, Надежда Степановна остается активной общественницей. Люди любят и доверяют ей. Она признанная авторитет для медицинских сестер и нянечек, для молодых врачей, которым стала наставницей. Мы пришли после училища. Ну что такое специалист только сразу после училища? Это практически теорию знаешь, практику нет. И вот Надежда Степановна лепила с нас, так сказать, кадры. Она научила нас относиться к больному так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. И нам было с ней легко и просто. И если бы, конечно, не ее вот такое отношение к нам, к молодым, столько же терпения надо с нами-то, мы бы, наверное, не были бы такими ответственными. Я даже не боюсь этого слова сказать. Поэтому мы все время благодарили ее и считаем, как свою маму. Очень много она нам дала. Очень много она за собой всегда вела. Всегда наставником нашим была. Особенно меня. Общественная работа – это легко только ее заслуга, потому что я по сей день занимаюсь общественной работой. И легко было с ней работать. И по сей день с удовольствием мы с ней общаемся и приезжаем в гости. Надежда Науменко – неравнодушный и деятельный человек. Ее интересуют все – дела государства, новости медицины, дела ее родной Львовской больницы. Ее советы о здоровье и не только можно прочитать на страницах «Вольно Кубани» и «Зоре». Она по-прежнему неравнодушна к проблемам всех людей и готова прийти на помощь любому, кто окажется в беде. Елена Меркатан, Руслан Лоуф, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf. Встретим песни русской звонкой да блинами целой горкой. Уважаемые жители и гости Северского района, приглашаем вас отпраздновать широкую Масленицу. 10 марта масленичные гуляния пройдут на основной парковке клуба загородного отдыха Станицы Северской. В этот день вас ждут народные забавы, блины, ароматная выпечка, душистый чай, шашлык и другие угощения. Ярмарка сувениров от мастеров Краснодарского края. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях за подарки от клуба загородного отдыха. Финалом праздника станет сжигание Масленицы. Прощание с зимой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова